15 января планируется взять кредит в банке на 5 месяцев. Условия возврата таковы. 1 числа каждого месяца долг возрастает на 1% по сравнению с концом предыдущего месяца. Со 2 по 14 число каждого месяца необходимо выплатить часть долга. 15 числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15 число предыдущего месяца. Сколько процентов от суммы кредита составила общая сумма денег, которую нужно выплатить банку за весь срок кредитования? Для начала запишем наши условия. Число месяцев N равняется 5. Процентная ставка банка равна 1%. Отсюда следует, что каждый месяц сумма долга должна возрастать на долг, деленный на 100% умноженное на R. Вынесем отсюда общий множитель D. Тогда у нас получается D умножить на скобку. От первого слагаемого ставится единица, а от второго R деленная на 100%. Обозначим эту скобку через K для удобства. И подставив туда наше значение, у нас получается, что процентная ставка банка K равна 1,01. По условию нас просят найти, сколько процентов сплата составляет от суммы кредита. То есть сумма выплат P деленная на сумму кредита S и умножить на 100%. Неизвестно. Рассмотрим, как происходили выплаты банку. В первом месяце сумма кредита S увеличивается по процентной ставке банка. То есть мы умножаем на K. Далее идет первая выплата X1. И все это равняется сумме кредита минус B. Так как по условию сказано, что долг должен уменьшаться на одну и ту же величину. Мы ее обозначили через B. В следующем месяце во втором остаток долга это S минус B. Снова увеличивается по процентной ставке банка. То есть мы умножаем на K. Далее идет следующая выплата X2. И все это равняется S минус 2B. И так далее. В пятом месяце остаток долга это S минус 4B. Снова увеличивается по процентной ставке банка. Мы умножаем на K. Минус последняя выплата X5. И все это равняется долг S минус 4B. Так как у нас пятый месяц последний, то остаток долга должен быть равен нулю. Отсюда следует, что S минус 4B равно нулю. Выразим отсюда B. Тогда у нас получается, что 4B равняется S. Откуда B будет равняться S деленное на 4. Позднее это выражение нам пригодится. Плата банку B равняется сумме всех выплат. То есть X1 плюс X2 плюс и так далее. И плюс последняя выплата X5. Для того, чтобы найти плату, выразим из ранее написанных выражений наши платы. X1, X2 и так далее. Тогда у нас получается, что из первого месяца у нас следует, что X1 будет равняться SK минус S плюс B. Со второго месяца у нас следует, что X2 будет равняться S минус B. Все это умножить на K минус S плюс 2B. И так далее. В пятом месяце выплата X5 будет равняться S минус 4B умноженное на K минус S плюс 5B. Подставим наши выплаты в общую сумму в P. Тогда у нас получается, что наша плата P будет равняться. X1 это S, K минус S плюс B. Подчеркнем ее для удобства. Плюс вторая выплата. Это S минус B умноженное на K. Минус S плюс 2B. Также подчеркнем ее для удобства. Плюс и так далее. Плюс пятая выплата. Это S минус 4B умноженное на K минус S плюс 5B. Подчеркнем ее для удобства. Преобразуем получившееся выражение. Раскроем скобки. Тогда у нас получается, что наша плата P будет равняться S, K минус S плюс B. Плюс, от второго у нас получается, S, K минус B, K минус S плюс 2B. Также подчеркнем для удобства. Плюс и так далее. И плюс от последней. Получается S, K минус 4B, K минус S плюс 5B. Подчеркнем ее для удобства. Преобразуем получившееся выражение. Тогда плата P будет равняться. Сложим слагаемое с S, K. Таких слагаемых у нас будет 5, так как у нас 5 выплат. 5S, K. Далее складываем между собой слагаемое с S. Это будет минус 5S. У слагаемых с множителем B вынесем общий множитель B. Получается плюс B умножить на скобку. От первого слагаемого остается единица. От второго 2. Плюс и так далее. И от последнего 5. И последнее слагаемое. Это слагаемое с B, K. У этих слагаемых вынесем общий множитель минус B, K. Получается минус B, K умноженное на скобку. От первого слагаемого остается единица. От второго 2. Плюс и так далее. И от последнего остается 4. Рассмотрим выражение в скобках. Выражение в скобках это сумма арифметической прогрессии. Напишем формулу суммы. Сумма N членов арифметической прогрессии будет равняться первый член арифметической прогрессии плюс последний, знаменатель 2. Все это умножить на число членов арифметической прогрессии. Эту формулу нужно знать. Для начала рассмотрим первую скобку. В первой скобке первый член арифметической прогрессии равен единице. Пятый член арифметической прогрессии равен 5. Число членов N равно 5. Тогда сумма пяти членов будет равняться а первая плюс а пятая, знаменатель 2. Все это умножить на число членов N. Подставим сюда наше значение. А первая это 1, а пятая это 5, знаменатель 2. Все это умножить на число членов, на 5. Преобразовав, получаем 6 вторых умножить на 5. Или 3 умножить на 5. Рассмотрим вторую скобку. Для второй скобки первый член арифметической прогрессии равен единице. Последний четвертый равен 4. И число членов прогрессии равно 4. Найдем сумму. Сумма четырех членов арифметической прогрессии второй скобки будет равняться а первая плюс а четвертая, знаменатель 2. Все это умножить на число членов. В нашем случае получается 1 плюс 4, знаменатель 2, и все это умножить на 4. Преобразовав, получаем. 5 умноженное на 2. Подставим нашу сумму в ранее написанное выражение. Тогда у нас получается, что плата P будет равняться 5SK минус 5S плюс B умножить на сумму арифметической прогрессии первой скобки. А это 3 умноженное на 5. Минус BK умножить на значение второй скобки. Это 5 умноженное на 2. А ранее мы нашли, что B равняется S деленное на 5. Подставим наше B в ранее написанное выражение для платы. Тогда у нас получается, что плата P равняется 5S умноженное на K минус 5S плюс B. B это S деленное на 5 умножить на 3 умножить на 5. Минус B это S деленное на 5 умножить на K умножить на 5 умножить на 2. Сократим пятерки и понесем общий множитель S. Тогда плата P равняется S умножить на скобку. От первого слагаемого остается 5K. От второго минус 5. От третьего у нас остается плюс 3. И от последнего минус 2K. Приведем подобные члены. Тогда плата P будет равняться S умножить на скобку. 3K минус 2. Найдем сколько процентов составляет наша плата от общей суммы кредита. Тогда у нас получается, что общая плата деленная на S умноженная на 100% будет равняться. Плата P равна S умножить на 3K минус 2. Знаменатель S. И все это умножить на 100%. Сократим сумму кредита. И тогда у нас получается 3K минус 2 умножить на 100%. Подставим сюда K, который мы ранее нашли. Получается 3 умножить на 1,01 минус 2. Все это умножить на 100%. Посчитав получаем 103%. Запишем ответ. Общая сумма платы на общую сумму кредита умноженная на 100% равняется 103%. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.